Саламас Тармахрум, это Теотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой прямой эфир и сегодня тема посвящена списанию потребительских и ипотечных займов граждан Республики Казахстан. Еще летом мы объявляли о том, что в случае, если правительство ДВК придет к власти, то мы предложим в качестве одной из программ, именно программ демократического выбора Казахстана, списание ипотечных займов и потребительских кредитов. В связи с тем, что в соседней, близкой нам стране Грузии, вот буквально вчера прошло объявление о том, что правительство Грузии списывает кредит населению на сумму 565 миллионов долларов США и это списание затрагивает интересы 600 тысяч человек. Я хотел бы на этом примере просто продемонстрировать, что наши заявления и наши программы о списании ипотечных займов и потребительских кредитов, они реальные, более того, имеют повсеместный широкий опыт во многих странах мира. К сожалению, многие наши граждане за почти 30 лет правления страной Назарбаева впали в пессимизм и все воспринимают в негативном свете. Многие из вас, по сути дела, лучше все, что видели это в Советском Союзе, и поэтому кажется, что вот раньше было хорошо, при Назарбаеве очень плохо, давайте вернемся в прошлое. К сожалению, эти люди не видят, как развивается мир, даже имея интернет. Лучшие это ведущие страны мира, это Соединенные Штаты Америки и ведущие страны Европы, такие страны, как Германия, Франция и другие ведущие страны Европы, где высокие доходы населения, это по несколько тысяч долларов в месяц, где бесплатное высшее и среднее образование, где много различных социальных программ, это прекрасно развитые страны, и Советскому Союзу далеко до этих стран было когда-то, и невозможно было сравнивать, это было нищее население даже в Советском Союзе. Поэтому я сразу заявил, что мы будем ориентироваться на ведущие страны мира, мы будем стремиться догнать именно эти страны. А для того, чтобы добиться такого уровня жизни, необходимо в первую очередь выстраивать такую же политическую систему, как в этих странах. Когда Назарбаев говорит сначала экономика, а потом политика, он лукавит. Именно в первую очередь выстраивается правильная политическая система, которая позволяет проводить правильные экономические реформы. Именно политическая система должна быть построена такая, чтобы власть не принадлежала одному человеку, чтобы власть была перераспределена между парламентом, между правительством, между регионами, акимами областей и так далее. Именно тогда эта система контролирует друг друга. И именно тогда возникает справедливость, и страна правильно развивается. Это политическая модель ведущих стран мира. Когда мы летом объявили, что правительство ДВК, когда придет к власти, спишет различные кредиты, то было много пессимистов, которые, наверное, в полной мере не воспринимали эту идею. Но, как говорится, нет пророков в своем отечестве. Когда год назад мы заявляли о том, что возможен мирный переход власти, возможна мирная смена власти, я приводил пример Южной Кореи, когда шаг за шагом десятки тысяч сначала человек, а потом миллионы вышли на улицу, и коррупционный президент был смещен мирным путем Южной Кореи, а затем руководитель страны была отправлена в тюрьму решением судебной инстанции Южной Кореи. Как вы помните, в апреле этого года произошла мирная революция в Армении, когда коррупционная власть, которая рулила страной более 10 лет, во главе с Серджием Сараксианом, была мирно отстранена. Именно десятки тысяч людей вышли на улицы, более ста тысяч человек вышло на улицы столицы Еревана, и полиция, армия перешла на сторону народа. Именно таким образом произошла мирная смена власти. Теперь второй пример. Когда ДВК заявляла о том, что мы можем списать кредиты потребительские ипотечные, и таких кредитов существует почти у 9 миллионов человек, наши сограждане многие не верили, недоумевали, считали, что это невозможно. Вот я вам приведу простой пример. Мы год назад заявили о мирной смене власти. Вот, пожалуйста, в Армении все прошло по той модели, которая была заявлена именно демократическим выбором Казахстана. Или посмотрите программы ДВК. Их множество, но в одной из программ было заявлено, что мы в состоянии списать займы нашему населению. И вот, пожалуйста, Грузия это сделала. Более 600 тысяч человек списывают свои кредиты за 15 дней. Акция начинается 15 декабря и завершается до конца года. Как пример, министр Грузии заявил, что население Новый год встретит без долгов. Видите, все реально. Но хорошо, есть примеры, которые подтверждают реалистичность наших программ. Эта акция была предпринята текущим грузинским правительством, что вы понимали, в ожидании, что население поддержит это правительство, поддержит действующее руководство, потому что там сейчас в ближайшее время произойдет второй этап выборов президенты. И действующая власть имеет шансы потерять эту позицию, и на должность президента страны может прийти сторонник Саакашвили. И второй этап, конечно, в следующем году, возможно, досрочные парламентские выборы, и тогда действующая власть потеряет рычаги управления страной. И именно поэтому действующая власть колотится, улучшает условия жизни населения. И вот одно из мер это было списание кредитов. Видите, к чему приводит политическая конкуренция? Когда в нашей стране Нур-Атан, так называемый, партия Нусултана Назарбаева, контролирует все властные позиции в стране, и когда Назарбаев один, единственный, почти 30 лет контролирует страну, когда все политические конкуренты уничтожаются, когда партию невозможно зарегистрировать, когда он только решает, кто пойдет на выборы. И вы знаете, выборы, как президента, они фальшивые, там подставные кандидаты, выборы в парламент тоже фальшивые, потому что каждый кандидат, он согласован с Нур-Атаном Назарбаевым, это имитация выбора. Все это приводит к тому, что власть омертвляется и отрывается от народа. Нынешняя власть, она далека от народа. Они получают заработную плату в парламенте, в правительстве по миллиону тенге, когда вы кое-как получаете 60-70 тысяч тенге. Они ездят на дорогих машинах, имеют шикарные дома, они плевали на интересы народа. Именно тогда, когда существует политическая конкуренция, которую вот в данный момент я озвучиваю про Грузию, именно тогда, кто бы ни был у власти, начинает колотиться и предпринимать такие шаги, чтобы получить поддержку народа. Именно тогда народ является источником власти. Посмотрите, что в Грузии происходит. Действующая власть, какая бы она ни была, она опасается своего политического конкурента и делает шаги в поддержку своего народа. И именно так будет у нас. Я, по сути дела, обращаюсь к нашим гражданам за поддержкой, за поддержкой именно демократического выбора Казахстана. Программы демократического выбора Казахстана известны. Я хотел бы сейчас остановиться именно по-крупному в цифрах, именно по списанию различных кредитов. Вот представьте себе, что всех кредитов физических лиц около 5 триллионов тенге. То есть это и автокредитование, это ипотечные займы, это и потребительские кредиты. Самые разные кредиты для физических лиц около 5 триллионов тенге. Это менее 15 миллиардов долларов США. Где-то, я еще летом цифры озвучивал, 1,1 триллиона тенге – это ипотечные займы. Это порядка чуть более 3 миллиардов долларов. Ипотечные займы по всей стране. Мы объявили, что правительство демократического выбора Казахстана спишет кредиты населению на недвижимость стоимостью до 30 миллионов тенге. И таких долгов наберется всего лишь около 2 миллиардов долларов. Я называю эти цифры миллиарды, триллионы, и вам, наверное, страшно, кажется это немыслимо. Но я вам хочу дать параметры бюджета страны, параметры других ориентиров, чтобы вы понимали, для страны это небольшие деньги. Итак, бюджет страны около 30 миллиардов долларов США. В 2014 году бюджет страны составлял около 50 миллиардов долларов США. Вдумайтесь, сейчас около 30, а было около 50 миллиардов. То есть, когда цены на нефть были достаточно высокие, а они и сейчас высокие. Теперь, если посчитать общие золотовалютные резервы в долларах США, это национальный фонд плюс национальный банк, общий объем составляет свыше 90 миллиардов долларов. То есть, как вы видите, у страны есть такие возможности. Мы можем без проблем списать ипотечные займы на сумму около 2 миллиардов долларов США. Теперь, если мы будем говорить о потребительских кредитах, самых разных, эта сумма составляет всего лишь около 8,5 миллиардов долларов США. И представьте себе, что потребительскими кредитами загружены практически все население страны, около 9 миллионов. У нас вообще взрослого населения страны около 10 миллионов. Представьте себе, что более 80% работоспособного населения имеет кредиты. Более 80%. Практически каждый здоровый человек, который имеет работу, получается загружен потребительскими кредитами. То есть, эта программа списания потребительских кредитов затронет каждого человека. Что значит каждого человека? Это классическая семья, которая имеет двух детей. И вы видите, что списание ипотечных займов именно недвижимости до 30 миллионов тенге и потребительский кредит затронет каждую семью. То есть, эта программа демократического выбора Казахстана повлияет на улучшение жизни всех граждан страны. Всех граждан страны. И для Казахстана эта сумма подъемная. И эти деньги мы легко изыщем, не прилагая особых усилий. Я ранее озвучивал, что когда демократический выбор Казахстана придет к власти, буквально за короткое время мы удвоим бюджет страны. То есть, бюджет страны вместо нынешних 30 миллиардов увеличится до 60 миллиардов минимум. А дальше будет еще больше. Вы спросите, каким образом. Я очень подробно по этому поводу говорил. Дело в том, что сейчас заработная плата в основном казахстанцев около 100 тысяч тенге. Но я рассказывал об экспортных предприятиях, например, нефтегазовой отрасли, где заработная плата в мире в среднем свыше 10 тысяч долларов в месяц. Наша нефть продается по мировым ценам. И вы понимаете, что себестоимость добычи нашей нефти является одной из самых низких в мире. Себестоимость добычи нефти в Америке, в Западной Европе, в Австралии, в Канаде значительно выше, чем в Казахстане. Но тем не менее, в этих странах заработная плата в нефтегазовой отрасли в среднем составляет свыше 10 тысяч долларов. Если перевести в тенге, получится около 4 миллионов тенге в месяц. Так вот, когда правительство ДВК придет в класть, нам просто достаточно добиться, чтобы работодатели на этих предприятиях платили заработную плату хотя бы порядка 1 миллиона тенге. Это около 3 тысяч долларов. И это в несколько раз меньше, чем в Европе и в Америке. Это вполне посильно, потому что сейчас сверхдоходы извлекают нефтегазовые предприятия, горнорудные предприятия. И эта прибыль, она оседает в карманах Нусултана Назарбаева и его окружении, потому что он и его окружение контролируют практически всю крупную промышленность страны. Это как нефтегазовый сектор, так и сырьевые предприятия, которые производят различные металлы. Золото, черные металлы, цинк, медь. Это все предприятия, которые контролирует лично Нусултан Назарбаев со своими партнерами типа Маштеевича, Ватоха Шадьева, Алига Ибрагимова и так далее. Вот представьте себе, что мы сразу в течение буквально двух месяцев после прихода к власти изменим уровень заработной платы в экспортных отраслях. И она будет минимум 1000-1500 долларов, а в реальности мы добьемся, чтобы заработная плата, например, в нефтегазовом секторе дошла до 3000 долларов в месяц. Это порядка не менее миллиона тенге. И вот даже с миллиона тенге подоходный налог 10% в 100 тысяч тенге пойдет в бюджет страны. Сейчас, если у вас заработная плата всего лишь в 100 тысяч тенге, то в бюджет 10% подоходный налог пойдет в 10 тысяч тенге. Видите разницу? Когда у вас зарплата около миллиона тенге, бюджет подоходный налог перечисляется в 100 тысяч тенге. А когда ваша зарплата всего лишь в 100 тысяч тенге, бюджет перечисляется в 10 тысяч тенге. То есть экспортные предприятия увеличат свои налоги в бюджет страны в 10 раз. И поэтому, конечно же, когда я называю цифру, что бюджет страны удвоится, вместо 30 миллиардов долларов будет 60 миллиардов долларов, буквально в течение одного максимум двух лет, это абсолютно реальная задача. Простая, открытая, еще ни один человек в правительстве не выступил с заявлением и не сказал, что программа ДВК, она придуманная, популистская, эти цифры невозможно исполнить. Таким образом, я вот просто простую цифру показываю. И хочу вам напомнить, что ежегодно, но Султан Назарбаев в свои банки вливает государственных средств не менее 10 миллиардов долларов. Ну, я вам один пример приведу. Например, в 2017 году Султан Назарбаев из бюджета страны влил в коском 8 миллиардов долларов США безвозмездно. То есть он с баланса этого банка забрал плохие кредиты, перевесил на баланс национального банка, превратил его в прибыльный банк, и за два тенге этот банк продал своему зятю Тимуру Кулебаеву. 8 миллиардов долларов в один день влито в коском в частный банк, обратите внимание, в частный, где основной капитал был сформирован у Султана Назарбаева, и он через подставных лиц изображал, что там другие акционеры. В свой же банк влил 8 миллиардов, и этот же банк перетек к его зятю за два тенге. За два тенге у нас может на улице бомж купить такой банк, не то, что Тимур Кулебаев. Или в этом году, смотрите, Назарбаев объявил недавно в своем так называемом послании, что 600 миллиардов тенге будут влито банкам. А банки кому принадлежат? Назарбаеву. Минимум в 90% банковской секции принадлежит Назарбаеву. Затем он говорит, Национальную банку поручает выделить 500 миллиардов тенге, и Данияр Акишев говорит, председатель Назбанка, я тебе скажу, куда эти деньги девать и кому отдать. Вот вам 600 миллиардов, вот вам 500 миллиардов, или возьмите частный Цесно-банк, владельцем которого как бы был руководитель администрации президента Джексибеков. Он возвращает Джексибеков в бизнес и 400 миллиардов тенге вливает в этот банк государственный денег. Забирает опять с баланса плохие кредиты и отдает 400 миллиардов тенге. Это то, что вы знаете. То есть 1,6 миллиардов долларов подарены этому банку. И когда кто-то говорит, что где взять деньги, они вот они на поверхности, 10 миллиардов, банковский сектор, вот 1,6 в Цесно-банк. Я вам приводил примеры, когда Тимур на позиции руководителя Казмана и Газа, государственного предприятия, купил нефтеперерабатывающие заводы в Румынии, Румпетрол, вложил туда более 5 миллиардов долларов, единовременно в момент покупки, завысив цену сделки, он сразу украл 1,1 миллиарда долларов. Сразу в момент сделки. И вот представьте себе, что в это предприятие влито государственных денег более 5 миллиардов долларов США. И эти предприятия невозможно продать даже за 500 миллионов долларов. Еще хочу обратить ваше внимание, что эти заводы 40-х годов прошлого века, наши заводы Казахстана, 70-х, 80-х годов. То есть представляете, куда пропадает государственные средства. Они миллиардами растекаются. И когда кто-то говорит, а где взять деньги, я могу сидеть вот буквально час-два, вам просто показать на поверхности, где лежат деньги. Минимум 50 миллиардов долларов. Просто вот так соберу. Или вот посмотрите, недавно КБТУ, это казахстанско-британский университет, был продан кому? Ну, именно дочери Назадбаева в рассрочку за порядка 30 миллионов долларов, но этому университету было подарено здание центра Алматы, здание правительства, здание парламента, которое стоит до 400 миллионов долларов по текущим ценам минимум. Не считая земель, не считая других активов, не считая того, что государственные компании там влили десятки миллионов долларов. И это предприятие, так называемый университет, плавно перешел в карманы Назадбаева. Поэтому, когда кто-то выражает сомнение, где деньги, я вам просто говорю, что общевалютные запасы страны сейчас составляют свыше 90 миллиардов долларов, при этом, каждый год похищается десятки миллиардов долларов из бюджета страны. Когда кто-то говорит, что вот я не имею кредита, а вот кто-то купил себе машину, квартиру, или там какие-то, какие-то цели взял потребительские кредиты, почему я должен его оплачивать, я хочу сказать следующее. Во-первых, правительство, демократические выборы Казахстана будет избрана на парламентских выборах, избрана народом. И мы, как правительство, создано избранным народом, планируем работать только на нужды страны и народа. И поэтому, когда вы слушаете программу о списании тех или иных займов, в частности, потребительских кредитов, или ипотечных займов, или каких-либо других кредитов, вы должны понимать, что это одна из программ. Кто-то говорит, что вот казахи так устроены, получат списание, потом на следующий день в два раза больше наберут кредитов. Они исходят из текущей ситуации. Я уже озвучивал, что у нас множество различных программ, которые предполагают, что доходы нашего населения существенно вырастут, минимум в несколько раз, где-то в пять раз, где-то в десять раз. Именно из тех доходов, которые сейчас растекаются по карманам политической верхушки богловесного султана Назарбаева. Наши учителя будут получать буквально сразу же в первом месяце после прихода к власти правительства ДВК свыше 300 тысяч тенге. Сейчас получает не более в среднем 150 тысяч тенге. Это будет удвоенный минимум. Наши врачи будут получать в первые годы работы правительства ДВК до тысячи долларов. Это фактически в несколько раз больше. Наши полицейские сейчас получают буквально 200-300 долларов, порядка 100 тысяч тенге. Они будут получать минимальную тысячу долларов. То есть это в несколько раз больше. И когда население существенно увеличивает свои доходы в три-пять раз сразу буквально после прихода к власти правительства ДВК, как вы понимаете, не будет необходимости нашим людям охотиться за этими потребительскими кредитами. Потому что у них будут доходы достаточно высокие. В несколько раз больше относительно того, что было ранее. И потом многие из вас, наверное, спросят, а что будет с банковскими процентами? С банковскими процентами будет следующее. Есть закон рынка. Когда существует избыток того или иного товара, когда предложений много, цены на товары падают. Вот сейчас после того, как произошла девальвация двукратная, цены на недвижимость резко упали несколько раз. Это потому, что упал спрос и предложение по недвижимости больше, чем спрос. И цены упали. Так же будет и с кредитами. Когда единовременно банковскую систему хлынет сумма около 15 миллиардов долларов США, когда будут списаны потребительские займы, ипотечные займы, и какие-то другие кредиты нашему населению, в банках сформируется большая денежная масса. Именно фактически эквивалент в долларах США. И когда наше население будет получать заработную плату в несколько раз выше, уже не будет спроса на кредиты, которые существуют на данный момент. Что в этом случае произойдет? избыток денежной массы приводит к тому, что это деньги как товар, они не будут пользоваться таким спросом, как сейчас. Тогда упадут ставки. Если сейчас вы берете кредиты по ставке выше 20 годовых, то после этой акции ставки упадут несколько раз. И если ставки упадут несколько раз, то банки могут уже кредитовать бизнес по низким процентным ставкам, соответственно это приведет к оживлению нашего бизнеса, усилится инвестиционная активность, появятся новые рабочие места, это опять налоги. И потом я вам такую очень важную цифру хотел заявить. Вот представьте себе, правительство принимает решение списать кредиты на сумму 15 миллиард долларов. 15 миллиард долларов заходят в банки, списывает вам кредиты, у банков сразу формируется прибыль, потому что в основном эти деньги у многих банков были проблемные, где-то списанные и так далее. То есть даже если вы просто посчитаете, если мы считаем условно эту сумму как прибыль банков, то они 20 процентов заплатят наукную прибыль и несколько миллиардов сразу обратно возвращается в бюджет. Это вот закон экономики. Поэтому этих ресурсов достаточно для того, чтобы избавить основную часть населения от долгов и вся экономика получит новый толчок для развития. Когда кто-то из вас будет говорить о социальной справедливости, я хочу сказать, что в этом и заключается социальная справедливость. Она заключается в том, что еще в начале 2000-х годов это коррумпированное правительство во главе с инсультаном Назарбаевым заявляла берите кредиты, покупайте недвижимость, экономика страны растет, вы будете больше заработную плату получать, вы будете в состоянии оплачивать эти кредитные расходы. И конечно население веря президенту страны, веря премьер-министру Кариму Масимову, который тогда был премьер-министром, веря председателю Центрального банка Кайрату Килимбетова конечно пошли брать кредиты. Но что произошло позже? Произошло две девальвации. При этом при каждой девальвации накануне султан Назарбаев заявлял, что не будет никуда девальвации. Я вам сам лично скажу, если будут какие-то проблемы. То есть президент страны и правительство обманывало вас. Фактически вы попали в кабалу, вы набрали кредиты разных, ипотечных, потребительских уверены в завтрашнем дне, веря президенту страны. И вы попали, потому что вы потеряли работу и оказались не в состоянии оплачивать ни сам кредит, ни проценты, вообще ничего. И завтра к вам пришли представители банка, начали изымать недвижимость и тысячи людей попали в труднейшую ситуацию. Это гигантские жизненные трагедии связаны с тем, что во главе страны строит коррумпированный президент, который думает только о себе и о своем кармане, о своих близких родственниках. Он не думает о своей стране. Почти 30 лет нахождения его власти уже это каждый день вам подтверждает. Вот посмотрите, что получается. Кто самый богатый человек официальный в нашей стране? Тимур Кулебаев и его женой Динара Кулебаева. Если вы заглянете в журнал Forbes, Forbes говорит, что их общее состояние оценивается порядка 7 миллиардов долларов США. Представьте себе, что его дочь Динара Кулебаева вообще не занималась бизнесом. Она там профессор, академик, живет в Швейцарии и владелец 7 миллиардного доллара состояния входит в число богатейших людей мира. Тимур Кулебаев не работал в частном секторе. Он работал все время в государственных компаниях, так называемых квази-государственных компаниях и является владельцем состояния свыше 7 миллиардов долларов США. Это только официальные цифры. На самом деле это реальная сумма многократно больше. Сам Нусултан Назарбаев обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов США. Президент страны, который всю жизнь был государственным чиновником, обладает таким состоянием. И когда мы говорим о социальной справедливости, я хочу сказать следующее. Мы таким образом осуществляем такие программы, когда ваша заработная плата вырастет несколько раз, сразу же буквально через несколько месяцев прихода к власти демократической выборы Казахстана, когда мы спишем суммарно разных кредитов, ипотечных займов, потребительских кредитов, автокредитований и так далее на сумму суммарно около 15 миллиардов долларов США, мы фактически восстанавливаем справедливость. Эта справедливость придет в каждую семью. Например, потребительских кредитов у нас имеет около 9 миллионов человек трудоспособного населения. У них дети, у них их старшие родители. Это фактически наша программа затронет интересы всего населения страны. Именно в этом заключается именно социальная справедливость, не узкой политической верхушки, которые живут за счет всего народа, а именно наши программы повлияют на жизнь каждого казахстанца. И вы видите, что эти средства в нашей стране есть. Простыми именно умелыми действиями мы удвоим бюджет страны, доведя его минимум до 60 миллиардов долларов США. И этих средств нам хватит на любые социальные программы, на выплату пенсии, увеличение заработных плат, на погашение кредитных долгов нашего населения, многие из которых были искусственно вогнаны в долги, загнаны в них, у них не было выхода, надо было выживать. Сейчас многие из вас приходят снова и снова берут кредиты, чтобы как-то перебиться в надежде, что завтра ваша жизнь изменится к лучшему. Она не меняется, она не изменится с этим правительством, с этим президентом Нурсултаном Назарбаевым. Именно поэтому я в деталях объясняю, что денег в стране достаточно, что на сумму около 5 триллионов тенге мы спишем, как только правительство ДВК придет к власти, мы спишем немедленно. Действующая власть грузинская эту программу осуществляет за 15 дней. Мы тоже это сделаем. Она изменится в вашей жизни не только с точки зрения списания ваших кредитов. Она изменится в целом, потому что изменится судебная система, изменится исполнительная система, поднимутся заработные платы у всех, поднимутся пенсии в несколько раз у всех пенсионеров, изменится тотально по всей стране. Это не так, чтобы только кредитная программа демократического выбора Казахстана. Нет, множество программ. Я обращаюсь к вам, чтобы вы ознакомились с нашими программами и поняли, что наша жизнь, наше будущее в наших руках. Если мы озвучим те инициативы, они у нас рассчитаны, и тому пример Армения, когда мы озвучивали, говорили, что мы мирно сможем сменить власть, в Армении этого добились. Когда мы говорили, что спишем займы, потребительские ипотечные займы, и многие из вас этому, может быть, не верили, но посмотрите, в Грузии это произошло. Именно тогда, когда правительство избрано народом, когда правительство работает на народ, возможны такие инициативы. Кто-то говорит, что а вдруг султан Назарбаев в преддверии тех выборов досрочных, которые он намеревается провести в марте будущего года, и назначить на должность президента Даригу Назарбаеву, вдруг проведет те же самые программы, о которых говорит демократический выбор Казахстан. Моя позиция очень простая. Пусть проведет. Вам станет легче жить, но может быть проведет разово, но не прекратить ту свою деятельность на опустошение нашей страны. никого не должно быть иллюзии. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам и напомнить, что 16 декабря будет нашим правительством проводиться различные мероприятия, посвященные Дню Независимости. Как я ранее озвучивал свою позицию, это не День Независимости, это День Скорби и Памяти погибшим 16 декабря 1986 года и в 2011 году Жан-Озени. Демократический выбор Казахстана призывает вас выйти к местам и памятным местам, где будут возложены венки и цветы и правительство не в состоянии будет никого разогнать, потому что это официальный день, праздник. Мы не призываем вас на митинги, мы призываем вас участвовать в акции 16 декабря и никто здесь не может запретить вас участвовать, более того присоединитесь и мы когда поймем, что нас десятки тысяч, что мы в состоянии организовываться, мы будем действовать дальше, для этого важно именно объединиться. Такие программы, о которых мы говорим, а именно списание потребительских кредитов, ипотечных займов, социальные программы ДВК, экономические различные программы, программа политический реформ, они приближают нас к тому, что мы осознанно сможем добиться смены режима. Вы не должны беспокоиться и говорить, а как будет завтра, когда султан Назарбаев уйдет. У команды правительства ДВК, именно теневого правительства ДВК, четкая программа. Как мы придем к власти, каким образом будут происходить выборы. Мы уверены, что именно народ сделает правильный выбор и изберет достойных депутатов, которые соответственно назначат правительство. Должности президента у нас не будет. У нас будет новая конституция, которая не предполагает никаких льгот никому. Все граждане страны будут равны перед законом. Не будет такого, как сейчас, когда султан Назарбаев имеет иммунитет во всем, его невозможно арестовать, посадить в тюрьму, когда его краденные богатства принадлежат ему, их невозможно конфисковать, когда члены его семьи тоже защищены законом. Такого не будет. Все будут равны перед законом. Уважаемые сограждане, вы должны понимать, что у ЛВК ясная программа развития страны. Как минимум на 4 года работы правительства мы имеем свои программы развития. Программы как политических реформ, так и экономических. Я уже много раз их озвучивал. И с учетом того, что сейчас круг людей думающих о смене режима увеличивается, я вот сегодняшнее выступление обращаю именно в первую очередь к ним, чтобы вы были уверены. В нашей стране достаточно много умных и сильных людей в состоянии управлять страной. С уходом на султан Назарбаева нам станет лучше и легче. он уже показал свое лицо, показал как он может обворовывать страну и разваливать ее. Именно мы должны взять ответственность на себя и добиться смены режима, добиться изменений. В этой связи я еще раз призываю вас 16 декабря выйти на акцию, не на митинг, на акцию и прийти к памятным местам и вспомнить наших сограждан, которые пострадали 16 декабря 1986 году и 2011 году. Вы должны быть уверены, наше правительство, будущее правительство демократического выбора Казахстана в состоянии взять на себя ответственность за будущее страны и ясно представляет, как улучшить жизнь Казахстана. А сегодня я завершаю свой эфир Савва Омгздар, до встречи в следующем эфире. Савва Омгздар,